Здравствуйте! Мы снова в студии, снова с нами Эдуард Язарян, преподаватель Заубского университета, и мы продолжаем исследование седьмой книги пророка Даниила. Как вы помните, мы остановились на образе второй после Вавилона империи, Персии, или Меда-Персии, и теперь переходим к третьей по счету империи, которая выходит из моря. Море представляет собой историю народов, противоречивую, клокочущую, страшную, угрожающую историю. И этим четвертым зверем является леопард. Написано, что у него четыре крыла птичек на спине и четыре головы. Довольно коротко описан, но это описание, наверное, емко. Оно очень емкое, действительно, потому что, собственно, здесь представлена империя греческая, которая последовала за Персией. Очень непростые и довольно-таки продолжительные отношения между Грецией и Персией, потому что персы всегда хотели завоевать греков. Греки, как народ свободолюбивый, не давались. Это даже можно проиллюстрировать тем, что во времена Ксеркса, когда Ксеркс пытался напасть и воевать с греками, даже вот очень известная история, связанная с тремя стами спартанцев. Ксеркс говорил о том, что «да их так мало, мы их одолеем очень быстро». А у него был на службе грек Фемистокол, который говорил, «да ты не понимаешь греков, царь, ты надеешься на то, что у тебя большая армия, но твоя армия, она состоит в основном из рабов. Это люди, которым нечего терять, им все равно, на чьей стороне воевать. А греки, им есть что терять, они воюют за свою свободу, поэтому они будут воевать до конца жизни, они будут воевать до последней капли крови». То есть это вот столкновение здесь в ментальности, в представлениях о том, кто за что воюет, и, собственно, вот это противоборство, которому там несколько десятилетий, оно приводит в конце концов к тому, что персы проиграли два очень важных сражения, и одно в 490 году, это марафонское сражение, потом проиграли в 480 году, уже при Ксерксе, и, собственно, мы видим, что после этого уже не было таких вот серьезных попыток воевать с греками. Когда мы говорим о Греции того периода, надо понимать, что это не государство. Да, конечно. Это отдельные маленькие государства или полисы, да, объединенные для отражения... Иногда воевавшие между собой. Да, иногда, ну, например, вражда между Спарто и Афинами, как известно. Да, совершенно верно. То есть, но, когда у них был общий враг, они объединялись, и в данном случае мы видим, что они объединяются и против персов, ну, и, в конце концов, приход Александра Македонского на эту политическую арену... Который, в общем-то, не веком, получается, был македонцем. Да, был македонцем, но, тем не менее, вот его приход, и то, что он смог вокруг себя объединить вот эту огромную греческую армию, в общем-то, привело к тому, что он смог своей харизмой, своей целеустремленностью добиться того, чего до него не могли добиться, и, в общем-то, никто фактически своим таким влиянием он смог одолеть вот эту огромную персическую державу. К тому времени, возможно, вот эти независимые греческие государства, полисы, они созрели к тому, чтобы создать одну мощную империю, иначе противостоять внешним врагам они не могли. Да, в одиночестве, конечно, это было невозможно. И потом, может быть, вот этот культурный багаж, который они накопили к тому времени, он должен был стать достоянием, в общем-то, всего мира и подготовить путь к пришествию Мессии. Совершенно верно. Ведь мы здесь не должны забывать о том, что фактически у истории ведь две стороны, и это то, что пытаются нам продемонстрировать библейские авторы. То есть, у нас есть один вектор, это так называемая причина-следственная связь. То есть, у каждого события есть какие-то предшествующие, которые влияют на него. То, что можно назвать, условно говоря, можно назвать профанной историей. То есть, это чисто человеческое, понятное, бытовое, то, что лежит на поверхности. То есть, во всяком случае, мы можем пойти в библиотеку, набрать книг и посмотреть, что же произошло в истории. Это одна сторона вопроса. Есть философия. Но есть другое. Есть другой вектор. То, что можно назвать сакральной историей, это когда история представлена как божественное проведение, и вот в этой сменяющейся конве событий, персонажей, государств, властей и так далее, империй, за этим всем находится божественный замысел, и что интересно, божественная цель. То есть, фактически, вот в том числе и седьмая глава, она говорит, и мы к этому подойдем, она говорит о том, чем же заканчивается история. Несмотря на эту смену царств и властей, история заканчивается окончательным торжеством царства Божьего на земле. Это ее цель. Это цель божественная. И эта цель, что очень важно, она является по своей природе сатериологической, она искупительная по своей природе. Поэтому вся, как бы, вся история, или вся цель истории направлена на искупление. Поэтому Павел и говорит, когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего. То есть, иначе говоря, да, вот за всеми этими империями, каждая из этих империй, она что-то свое вносила вот в эту копилку божественного замысла, божественного промысла, направленного на спасение человечества. И поэтому, когда приходит, собственно, Персов сменяет греческая империя, она своим влиянием привносит очень важные элементы, которые, в свою очередь, повлияют на распространение христианской церкви, на распространение Евангелия и на то, что церковь фактически уже в новую эпоху, в новую эру, она стала распространяться очень быстро. Потому что влияние греческого языка, перевод Ветхого Завета на греческий язык, септуагинта, распространение диаспоры еврейской и в каждой диаспоре там появление самого главного института иудаизма, синагоги. Ведь эти все вещи, они связаны отчасти и с тем, что, собственно, Александр Македонский и его последователи привнесли то, что называется процессом эллинизации. Евангелие на каком языке написано? Евангелие написано, конечно, на греческом языке. Послание. Да, то есть, иначе говоря, вот начинается такой процесс эллинизации. Да, это насильственное навязывание греческого, греческой ментальности, греческой культуры, языка и так далее. Это насильственное соединение греческого с восточным. Но, тем не менее, оно дало какие-то и свои определенные результаты. Да, мы говорим о эллинизме, как о смешании этих, как о синтезе восточного и греческого. Да, совершенно верно. Хорошо, четвертый зверь. Собственно, еще один момент, связанный вот с этим зверем, у него, у этого барса или леопарда, четыре крыла птичьих, то есть указывает на быстроту, на мобильность и, собственно, четыре главы. Это говорит о том, что, собственно, тело леопарда, оно одно, единое, как единая империя. Но все-таки это империя. Да, это единая империя. Но, тем не менее, мы знаем о том, что после смерти Александра Македонского, его империя была разделена на четыре главных вот таких сектора, вот, да, четыре главных части, которую возглавили его четыре генерала. Это Селевк, Кассандр, Птолемей и Элизимах. Вот такие четыре, на которые разделяется его империя. Ну и, собственно, следом идет последнее, вот это вот самое ужасное, самое ужасное описание вот этого зверя, которого, кстати говоря, это очень показательно, может быть, даже в какой-то степени. Он даже не знал, с чем его сравнить. С чем сравнить, да. Потому что, если первый подобен льву, и это, кстати говоря, это язык апокалиптиков, потому что вот они не всегда знают, как объяснить, как описать видимое. И человеческий язык не всегда способен подобрать определенные слова, вот, он ограничен, как и все человеческое. Тем не менее, лев, медведь, леопард. А здесь, что это такое? Ну, вероятно, его изображают очень часто, как в виде дракона. Вероятно, это некий дракон. Вот, но, тем не менее, у этого дракона, как мы видим, 10 рогов, вот, и это указывает на, вероятно, на то, что, ну, мы знаем, после греческой империи приходит Рим, который начинает царствовать, властвовать. Если говорить о территории Израиля, то начало этого царства римского приходится на 63-й год до нашей эры, когда, собственно, в Иерусалим вошел римский генерал. Ну, надо сказать, что это был не совсем завевательный, а больше освободительный, наверное, поход. Да, ну, совершенно верно, но здесь происходит, знаете, так, как, вот, очень часто и в бытовой, вот, жизни на бытовом уровне, вот, когда, вот, про некоторых людей говорят, знаете, есть такая поговорка очень хорошая, говорит, вот, ты, говорит, ему руку даешь, а он по локоть откусывает. Как царь Ахас пригласил уссирийцев для того, чтобы они помогли бороться с ефремлянами, да, и оказалось, что уссирийцы остались. Да, совершенно верно, то есть здесь вот, вот, под этим, условно говоря, под этим соусом дружбы между народами еврейским и римским, понимаете, происходит вот это вот завоевание, вот, и уже несмотря на какие-то вопросы, связанные со священным, с, так скажем, с религиозным, тем не менее, римский генерал входит во святое святых еврейского святилища, еврейского храма. Да, в итоге, да, и разрушает Иерусалим. Да, ну, разрушение Иерусалима произойдет там через сто с лишним лет, но тем не менее, вот, в 63-м году до нашей эры, это вот такое совершенно беспардонное, бесцеремонное вхождение для того, чтобы просто посмотреть, удовлетворить свой человеческий интерес и проявить таким образом свою власть. Ну да, и крепость Антония, как бы, имеет выход непосредственно на двор храма, на котором написано, что язычник сюда заходить не может. Да, совершенно верно. Да, а что же такое «Десять рогов»? Интересное. Немножко напоминает флаг Евросоюза. Ну, там 12. Ну, 12. 12 звезд. Принцип тот же самый. Дело в том, что, вот, действительно, если у нас, ну да, у нас вот эти вот все животные в седьмой главе, они какие-то многосоставные. То есть, там, у льва, орлины, крылья, ну, таких зверей вообще нет ни в одном зоопарке мира, даже в самых фантастических, там, у барса 4 или у леопарда 4 головы, 4 птичьих крыла. Здесь у этого зверя 10 рогов. Ну, нет, не существует ни одного животного или зверя, чтобы у него было 10 рогов. Вообще, рог в Ветхом Завете, это, как правило, как правило, символ политической власти, символ политической силы и могущества. Вот, то есть, Давид молился в одном из псалмов, он говорит, «А мой рог ты возносишь над всеми». Рог – это что-то корону напоминает, что венчает. Совершенно верно. То есть, в данном случае говорит о том, что Господь возвышает его дом, дом царя, дом Давида, его власть он укрепляет, упрощает своим благословением. То есть, здесь, по-видимому, это образ власти, образ могущества, хотя про этих рогов говорится о том, что три, значит, когда появляется один, который ни на что другое не похож, потому что у этого одного рога глаза человеческие, что это за образ такой, тоже очень интересно, но у него не только глаза, у него еще и уста, говорящие высокомерно и богохульно. И когда этот появляется, малый рог, три с корнем из прежних, они исчезают, они покорены, можно, скорее всего, говорить о том, что в данном случае это образ народов, которые появляются, так скажем, после Римской империи, потому что Римская империя была правоприемницей греческой, и даже, ну, опять же, римляне это в свое время были достаточно периферийным таким народом, вот, и они тоже чувствовали свою, ну, так скажем, по своему уровню развития, они, конечно же, очень сильно уступали грекам и даже этрускам, у которых они взяли очень много из культуры, из этруской переняли, поэтому вот это образование называлось греко-римский мир, греко-римский мир, да, то есть, иначе говоря, иначе говоря, опять же, на каких-то уже существовавших основах было создано вот это вот государственное... Ну да, как Медаперсия, так и Греция, так и Римская империя, она включала в себя множество народов, и надо сказать, что Римская империя, она просуществовала до 15 века, и современная Европа, она является, в общем-то, вот этим полем, где эти народы существуют, их можно по-разному считать, но примерно вот получается где-то вот близко к этому числу. У нас очень много всего того, что мы переняли от Римской империи. Само по себе, прежде всего, наверное, это право. Римское право, потому что, ну, всегда ориентируются на вот эти вещи. Потом латинский язык, который стал, в общем-то, языком науки. Шрифт латиницы. Шрифт латиницы. Ну, многое-многое другое. А если говорить про Америку, Капитолий. Да, ну и в архитектурном смысле, конечно, в архитектурном смысле, конечно. Я имею в виду, даже сами названия органов власти, они консоциируются с Римом. Да, поэтому мы много что переняли. То есть, в этом смысле... В смысле Рим продолжает существовать? Да, отчасти, конечно. Отчасти, конечно. Вот в виде этих рогов, которые здесь. Потому что, ну, вероятно, это символ, потому что 10 в еврейском мышлении вообще 10 – это символ минимума. Поэтому, кстати говоря, и, наверное, нет смысла пытаться идентифицировать, идентифицировать вот эти рога с какими-то определенными европейскими народами. Вот и там в основном это германские племена. Тем более, что внутри любых народов как бы существовали деления. Конечно. Еще более мелкие, можно насчитать огромное количество. Тем более, что и, наверное, нельзя в этом смысле делить Европу на 10 буквально государств. Потому что никогда 10 не было. Было всегда... Одна только Германия, она включала в себя там буквально до какого времени она включала в себя множество различных независимых княжеств. Италия – то же самое. Вот. Поэтому это символ минимума, который говорит о том, что, так скажем, это минимум. Дальнейшее деление и дробление просто невозможно. Вот о чем, собственно, говорит 10 рогов. Да, и вот в эпоху этих рогов написано, три рога оказались корнем вырваны и выходит один рог, маленький, малый рог, который, подобно тому, как первый зверь, обладает человеческими чертами. То есть, ну, мы с вами говорили о том, что человеческие черты – это некий вызов Богу. Претензия на божественность. На божественность, да. Ну, действительно, вот попытки христианских комментаторов и попытки наши исследовать священное писание и историю на предмет идентификации вот этих вещей, он показывает одну идею, в общем-то, что вообще человеческие в данном случае какие-то органы, в данном случае глаза, они указывают на определенную, как мы уже сказали, претензию на божественное. И поскольку этот рог отличается от всех остальных прежних, – это некая указка на то, что по своей структуре эта власть, она отличается от предыдущих. Ну, и поскольку человеческие черты здесь указывают на, можно даже сказать, на религиозность, вот эта попытка идентифицировать, она приходит, в общем-то, или подводит нас к тому, что мы пытаемся найти власть, которая очень, так скажем, похожа на власти политические, но вместе с этим у вас в своей основе… Здесь сохраним интригу до следующей нашей встречи и проговорим уже о этом загадочном роге с человеческим обликом в следующий раз. А на этом наша беседа сегодня закончена, мы вас благодарим. Спасибо за ваше внимание, до свидания. Всего доброго. Продолжение следует...